Добрый день! В полдень время узнать, что нового сейчас в регионе, в студии Олеси Кокина. Окончание отопительного сезона в Архангельске переносится на 6 июня. Такое решение приняли утром в администрации города, связанное оно с неблагоприятными погодными условиями. По прогнозам синоптиков, именно с 6 июня в городе начнется устойчивое потепление. В областной столице из-за погоды не могут приступить к ремонтным работам на сетях. А тем временем, к 1 сентября город должен быть готов к отопительному периоду. Сроки завершения сезона влияют и на проведение дорожного ремонта. На некоторых участках его начинать нет никакого смысла, пока на сетях не проведены гидравлические испытания. Сегодня исполнилось бы 100 лет замечательному человеку, талантливому педагогу и руководителю Северного хора, народной артистки СССР, лауреату государственной премии РСФСР имени Глинки, почетному гражданину Архангельска и Парижа, нине Константиновне Мешко. Торжественные мероприятия в честь юбилея начались сегодня с возложения цветов к мемориальной доске. На митинге прозвучали авторские песни Мешко и добрые слова, которые являются лучшим признанием творчества и заслуг народной артистки СССР. При всех ее регалиях и значимости, как творческой личности, она прекрасна женщина, красивая. И в академии всегда, когда она проходила, все с разных кафедр говорили, какая замечательная женщина. Она стояла очень светлый след, как человек интеллигентный, добрый, красивый. Мы с ней прошли самый трудный путь, путь становления, перестройки коллектива, когда было очень сложно и нужно было принимать очень сложные решения. Нина Константиновна – это человек, который, можно сказать, делает искусство. Главным событием, приуроченным к юбилею Нины Мешко, станет концерт Северного хора с участием ученицы Нины Константиновны, Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня». Артисты Северного хора всегда с особым трепетом делятся памятными, интересными историями общения с Ниной Мешко. При этом всегда говорят, работа в хоре была для народной артистки СССР всегда смыслом жизни. Народная артистка Советского Союза, композитор, педагог, деятель народного искусства, советский и российский хормейстер – все это легендарная Нина Константиновна Мешко. Она посвятила Северному хору более 40 лет. И сегодня многие поколения артистов, которых воспитала Мешко, делятся самыми сокровенными воспоминаниями о невероятно добром человеке и прекрасном руководителе. Очень много дала Северному хору. То есть она из него сделала уникум такой, такой хор, какой звучит, оно такое сейчас и звучит. В старом хоре немножко по-другому было, она вот это все сделала. Уроженка Тверской губернии Нина росла в атмосфере любви к пению. В 14 лет она решила посвятить себя музыке и отправилась в Москву. Именно там, в годы учебы в училище имени Октябрьской революции, у Нины Константиновны раскрылся красивый голос, мягкая и выразительная сопрано. И вот в последний момент ей надо выйти на сцену, она как птица, у нее расправляются крылья, и она летит как птица. Зал просто всегда вставал, аплодисменты были, а мы горды были за нашу Нина Константиновна, что у нас такой замечательный руководитель. Последующие годы обучения музыкальному искусству и увлечения народным творчеством не прошли даром. Возглавив северный хор в 1960 году, Нина Константиновна принесла в коллектив новое видение традиционной северной культуры. Мешко учила артистов разговорной манере пения в сочетании с подлинными интонациями северной речи. Когда она появлялась в кабинете или в зале, это безграничное просто уважение к человеку, потому что мы уже тогда понимали, что это человек-легенда. То есть мы участвуем в какой-то большой историческо-музыкальной и культурной эпохе России. Поэтому, вы знаете, мы ее уважали, изначально уважали, мы на нее равнялись. Нина Константиновна была примером буквально для всех своих учеников. В 1978 году Мешко выступила инициатором открытия отделения сольного народного пения в Академии имени Гнесиных. Возглавляя кафедру, она воспитала таких известных выпускников, как Людмила Зыкина и Людмила Рюмина, Наталья Борискова и Надежда Бабкина. Нина Мешко не стала 8 лет назад, но ее удивительный голос звучит не только в памяти учеников. Вы должны увидеть и восхититься. Ну, дальше выше. Анна Рязанова, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. Сегодня более 6 тысяч выпускников по море сдают базовую часть единого госэкзамена по математике. В регионе открылись 88 пунктов проведения ЕГЭ, все они прошли необходимую проверку. Впервые за время проведения ЕГЭ экзаменационные материалы не приносили в конвертах, а распечатывали прямо в аудиториях. В этом году нововведение является для нас основным и, наверное, ответственным. Это печать контрольно-измерительных материалов в аудитории. Организаторы наши, конечно, очень переживают, чтобы технически все было отработано. Но в преддверии проведения самого экзамена была проведена неоднократная апробация. То есть, в принципе, народ, учителя готовы для того, чтобы сегодня хорошо провести экзамен. Другим нововведением стало открытие на базе САФУ Ситуационно-информационного центра. В нем студенты и специалисты ВУЗа будут следить за ходом итоговой аттестации с помощью систем видеонаблюдения. Для ребят с ограниченными возможностями организуют два специальных пункта сдачи. Напомним, в региональном министерстве образования и науки открыта горячая линия по вопросам проведения ЕГЭ. День без табака По телефону здоровья, номер которого на ваших экранах, северянам расскажут о том, как преодолеть никотиновую зависимость, какой вред курение, в том числе пассивное, носит организму. И почему бросить курить никогда не поздно. К другим темам. Сегодня депутаты областного парламента собрались на очередную сессию в повестке более 20 вопросов. Некоторые из них депутаты уже рассмотрели. Что именно, знает мой коллега Артемий Заварзин, он работает на сессии. Артемий, добрый день, вам слово. Добрый день, Олеся. Да, сессия регионального парламента продолжает свою работу. К этому часу рассмотрены 7 вопросов. Один из них – принятие изменений в бюджет области на 2017 и плановый период 2018-2019 годов. Так, областной дорожный фонд увеличился на 248 миллионов рублей. Из них 165 миллионов направят на ремонт автомобильных дорог общего пользования в муниципальных образованиях Архангельской области. И 100 миллионов рублей выделено городу Архангельску на ремонт дорог. 33 миллиона рублей предназначено на покрытие региональных дорог в Верхнетоемском районе, оборудование остановок в Вельском и Устьянском районах. 50 миллионов рублей направят на строительство автомобильной дороги по проезду сибиряковцев. Напомню, дорога была закрыта и в ближайшее время строители приступят к возведению объездной дороги у областной больницы. Кроме того, 70 миллионов рублей выделено на субсидии для организации пригородных железнодорожных перевозок. 76,4 миллиона рублей дополнительно направлено на строительство объектов социальной сферы, в том числе школу в селе Красноборск, Центра культурного развития в Каргополе и пристройки к театру кукол в Архангельске. Вот такая информация к этому часу. Все подробности в 16 часов на канале ПС. Олеся. Спасибо. Напоминаю, Артемий Заварзин работает на сессии областного собрания. Его подробный репортаж смотрите уже в следующем выпуске новостей. А мы продолжаем. Она работает совсем недавно, но уже принесла первые результаты. Речь идет о школе молодых предпринимателей. Юные архангелогородцы, которые мечтают о своем бизнесе, в рамках образовательного проекта прошли первый год обучения. Желающих создать свой бизнес было 25 человек, сейчас их только 12. Мальчишки и девчонки учились работать в команде, решению конфликтной ситуации, общению, силе воли и тайм-менеджменту. Мы не просто им рассказываем про предпринимательство, а их прям погружаем с головой в это. Они сейчас готовятся, в том числе и личностно, потому что они понимают, чтобы быть предпринимателем, нужно не просто заполнить заявление на сайте налоговой, а нужно быть коммуникабельным, нужно быть социально ответственным. Во второй год обучения ребятам предстоит разработать конкретную бизнес-идею и реализовать ее. В следующем году мы будем создавать бизнес-идею, ее уже разрабатывать, насколько я знаю. Я планирую как-то втягиваться, ну, либо это будут книги, потому что я люблю писать, либо что-то еще, но пока я точно не определилась. Главные критерии для будущих проектов, они должны быть социально направленными. Летние каникулы на старте, вместе со школьниками, которым не терпится отдыхать. Первый детский поезд накануне отправился из Архангельска в Анапу. На отдых к морю поехали 190 юных северян. По традиции, перед отправкой состава прошел урок безопасности. Ребятам в доступной и игровой форме рассказали о правилах поведения на железной дороге. Нельзя высовываться из окна, нельзя бегать, нельзя баловаться, нельзя прыгать по вторым полкам. Многие едут отдыхать на море уже не в первый раз и всегда с нетерпением ждут встреч с друзьями. Директор школы народных ремесел Владимир Бурчевский уходит на пенсию за многолетний труд. Его поблагодарил губернатор Игорь Орлов. Народный мастер, в свою очередь, провел для главы региона экскурсию по школе. Также Владимир Бурчевский познакомил губернатора с педагогами и учениками, которые благодаря обучению в школе народных ремесел добились немалых успехов. Артем, покажи свои дела. А он в прошлом году в Совет Федерации проводил мероприятие в Вологодской области «Голос наследники традиций». Его тоже там победил. Не знаю, как будут развиваться все события. Я вообще не очень готов говорить, что Владимир Николаевич куда-то уходит. Он уходит с административной должности, но его имя, дух, творчество, наследие, школа будут оставаться. И это большое достижение и большая радость для всех нас. Школой народных ремесел почетный гражданин Архангельска Владимир Бурчевский руководил на протяжении почти 40 лет. Выпустил свыше 800 северян. Здесь учат более чем 10 видам промыслов и ремесел. Это вязание, плетение поясов, ткачество, росписи, резьба по дереву, кости и многое другое. И это все новости к этому часу. До встречи в 16.00 на канале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова